Музыка Валила город снега, вон муж. Бегал с лопатой, чистил. Патрик гулять отказался, немножко побегал здесь и сразу прибежал домой. Да, шторм надел, дел, вон муж. Куда пошёл? Непонятно. Куда-то снова побежал. Шаги нашагивать. 114, 58. Патрик, понял? 114, 58 тебе еды. А сколько там, много банок-то, да? 60 вроде бы. 60? Ну, где-то так, а может больше чего-то. Я уже сбился с счётом, когда 40 насчитал и ещё два раза заложил. И поэтому сбился с счётом. Что это за подарок такой? Ну-ка, подожди, 24, 99. Какой-то подарок-то уж больно. Что это такое? Это аквариум какой-то. Зачем он нам нужен? Ну, чего нам такой, такая игрушка нужна? Закрываться. Это или это хомячка, или кого держать, видно. Мы не влезем. Патрик тоже. И Патрик тоже. Патрик, тебе хомячок нужен в подарок? Игрушка. Какие подарки делают? Если это подарок, надо проверить в чеке. Вообще странно очень. Для чего нам эта штука нужна? Это тот, кто хомячков каких-то держит или кого-то? Ой! Икона мы. Кто знает, вот для чего такой аквариум? Чека не нашли. Впервые, кстати. Муж не нашел чека. То ли это подарок, то ли это включили в оплату, мы так и не поняли. И не разобрались. Ну, 25 евро подарок, такого никогда не было. Маленькие-маленькие, если пакетик корма, совсем крошечный, на пробу. Вот это было. Странно. Ну, согласитесь, странно. В общем, муж чека не нашел. Так и не знаем. Подарок это или что? Или лишняя трата денег? И для чего такая вещь нужна? Непонятно. Мини-аквариум. Странно. Валила город снегом он муж. Бегал с лопатой, чистил. Патрик гулять отказался. Немножко побегал здесь и сразу прибежал домой. Да, шторм наделал. Делал он муж. Куда пошел? Непонятно. Куда-то снова побежал. Шаги нашагивать. Патричка. Ну, беги. Беги вперед. Беги давай. Пойдем гулять. Пойдем. Пойдем. Малыш. Снег, конечно, и шторм наделали дел. Не пройти в городе. Чистят, конечно, но... Тут сколько надо времени, чтобы все это почистить. Машины в снежном плену. Сугробы выше крыши, можно сказать. Это какая-то жуть. Вот такое вот в городе у нас творится. Ну, все, сами видите. Здесь совсем караул какой-то. По-другому не сказать. Сколько надо сил, чтобы пройти кусочек. Ну, вот где мы живем? В какой стране? Что такие у нас сугробы? Да, климат поменялся. Ученые правы. Но смех сквозь, не знаю чего, слезы. Машины как будто из какого-то снежного плена вырвали. Здесь проехать уже можно, почистили. А я вам всегда порядок показываю, как у нас идеально кругом. Вот. Буря, пожалуйста. Вчера по телевизору в новосях показывали. Автобус с людьми в кювет съехал. Фура улетела в поле. Сарама вообще без света, без воды. Белого туалета туда поставляли. Вот такой вот шторм у нас, что натворил. Люди вчера на работу и с работы добирались. Это кошмар. Кто на хуторах живет, тоже. Ведь не сразу же дороги почистили. Коллапс. Техника, конечно, работает. Но, как говорится, не все же так быстро сразу сделать можно. Как доставляют продукты в магазины машины. Да, водителям, конечно, вчера досталось. Ну и сегодня, конечно, тоже. Шагать по таким практически сугробам очень тяжело. Прямо дыхание сбивается. Вот весь северный. Весь северный вот в таком вот снегу с осыпом. У нас около гуру право чистят все-таки, а здесь пока еще дойдет дело. Смотрите, какой ветер не стало специально убирать, чтобы было слышно, какой ветер. А, кстати, машин много очень стоит. У домов, конечно, не каждый решается поехать. Здесь, наверное, все-таки на городском транспорте лучше доехать до работы. Вот так вот смотришь на все на это и думаешь. Ведь были у нас зимы такие, что перед Новым годом, перед Рождеством дождь шел. И даже близко снега не было. А теперь вот несколько зим подряд вот так вот. Такие сугробы. Правда, один год были сугробы. Действительно, до первого этажа в подъезды было не войти. Это тоже было и, кстати, совсем недавно. Птицы у нас сегодня в кормушке со всего города прилетели. Ох, ветер задувает. Прогулка, конечно, классная сегодня. Слов нет. Хороший хозяин собаку на улице не выпустит. Нет, вот. Надо для съемок. Куда денешься? Тяжело шагать. Очень сильно тяжело. Ну и вишенка на торте. И юмор, конечно, такой. Ёлка наклонилась. Как она выдержит, непонятно. Ну вот так вот. Не дай бог упадет. Вот киоск. Здесь можно кофе купить. Журналы. Что-то еще. Вот такая наша площадь. Патрик. Патрик. Ой, какой витрюга. Ужас просто. Патрюша. Патричка. Ну беги. Беги вперед. Беги давай. Пойдем гулять. Пойдем. Пойдем. Пойдем, малыш. Все надо врухать. На обед будет рыбный супчик. Морковка, картошка, лук, зеленый лучок, укропчик, перчик, приправка и лавровый листик. Надеюсь, что будет вкусно. Такой рыбный супчик. Ну как, вы готовы обедать? Обедать готовы или нет? Не слышу. Сейчас несу кушать. Ну что, у нас во дворе здесь все почищено. Самое интересное, что к нам сюда трактор не приезжает. Сами чистим. Ну вот, муж тут чистил, и еще сосед внизу, который тоже почистил для машины. А смотрю, все равно снег снова нападал. Идет и идет снег. Засыпает. Из окошка-то хорошо, а на улице не очень. Вон какие сугробы большие. Кустов практически не видно. Посмотрите. Вот такой вот ужас. Ужас у нас. Люди, конечно, люди-водители, бедные-бедные, попали в такую переделку. С работы добирались, на работу, в поездки куда-то. Не дай, Господь, такого, конечно. Это был ужас и кошмар. Такой был ураган страшнейший. Вот это сегодня к вечеру. Но посмотрите, все равно еще не расчищено, и ходить очень тяжело. Зима, однако. Да. Трудно. Чуть-чуть зимней красоты, чтоб не так грустно было. Вот такой вот предпраздничный. Ангелы зажгли свои свечи. Добро призывают в дом и счастье. Спасибо им большое. И вам я тоже добро и счастье посылаю. Чтобы у вас все-все было в доме хорошо. Уютно, тепло, светло, сыто. Чтобы было все-все отлично, чтоб вы были здоровы. Спасибо, что посмотрели. Спасибо, что пишете комментарии. А если еще подпишетесь, кто не подписан, я буду вдвойне рада. Заходите ко мне почаще. Счастья вам, любви, здоровья. Чистого неба над головой. Пусть зима у вас будет очень-очень приятная. Пушистый снег, сугробы, но такие, чтобы они приносили удовольствие. Дороги почищены. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok